Так сложилось, что Вова почему-то был без спальника, а у меня был большой спальник, ну и Вова предложил с ним поделиться. Чтобы не замерзнуть. Нам было тепло, мы начали встречаться, а в итоге в последствии поженились. Я на следующий день уехал сразу в горы, на месяц, даже чуть больше. Но даже с гор я по спутниковому телефону несколько раз звонил. А я очень хорошо запомнил момент, когда она первый раз написала ВКонтакте, я хочу заниматься. Мы еще обсудили с другим нашим тренером, нашим другом, какая красивая девушка, вот бы нам такую в клуб было бы здорово. И она пришла, сразу мне понравилось. До нашей старшей дочери было три недели, мы уже тогда поднялись на скалу, под скалу, и лазили на токмаке. Она маленькая спала в люлечке, прям под скалой, а мы лазили. Мы в Альпу когда ездили, то есть я их брал с собой во Францию, да, то есть они внизу там жили в лагере, а мы с альпинистами восхождение на высшую точку Европы делали. Мы на Иргаке сейчас вместе поедем, вот буквально на выходных, дети будут с Татьяной внизу в лагере, еду готовить, папу ждать, а я буду работать с альпинистами. Дети, конечно, с детства растут в этой атмосфере, то есть они знают, что папа тренер по альпинизму, что папа на столбах, на тренировке, в горах, то есть они это все знают, помогают собираться. То есть разговоры все, вот они говорят, папа, а ты там научишь нас лазить? Я говорю, конечно. Хотя, конечно, не, не очень хочется, чтобы девочки занимались альпинизмом точно, но, по крайней мере, с калазанием, если захотят, ну, пусть лазают. Берись выше, ручкой выше берись. Настюш, помогай, Леня. Помогай. На, Насте, Насте ручку давай. Вот, я их страхую. Они делают самые простые какие-то движения с калазом, им очень нравится. Вот сразу после свадьбы у нас появилась маленькая Настенька, а еще потом у нас родилась маленькая Аленушка. Ну, конечно, им не хватает братика. Да, наследник нужен. Нам встание очень просто, потому что у нас одни интересы. Нам нравится природа, то есть мы вместе любим путешествовать. Мы всегда вместе строим планы, обсуждаем, куда поедем, как мы хотим жить. Мы там стараемся вести здоровый образ жизни, заниматься здоровым питанием, здоровьем детей. Сами занимаемся. Это у нас очень сильно сплачивает, объединяет. И за счет этого наша семья только крепче. Не боюсь пулы-шков, не боюсь путешествий, спать в палатках и прочих экстремальных, скажем так, условий. Очень люблю природу. Это нас тоже очень сильно объединяет. Мы хотим в деревню вообще переехать жить. Мы хотим, да, чтобы у нас был свой дом, в семье. Надо к этому подготовиться. Все, в общем-то, скажем так, дела так устроят, чтобы жить в деревне. Мы хотим именно там жить постоянно. Я не только в спорте подаю руку. Дома приходится, потому что материнство такое, как, собственно, не самый простой жизненный путь. Поэтому иногда и белье поглажу, и с детьми посижу, потому что когда мама сильно устает. Для меня очень важно, чтобы все-таки муж был главой семьи, а я была все-таки за мужем, за его спиной. И это для меня очень важно. А у Вова, слава богу, спина крепкая, надежная, альпинистская, натренированная тяжелыми рюкзаками и походами в горы. Поэтому я в этой спине уверена. И в мужа, собственно, тоже. Редактор субтитров А.Семкин